На мой взгляд, на мой взгляд, в 91-м году был прекрасный шанс, когда Ельцин говорил, берите суверенитета столько, сколько вы сможете проглотить. Добрый день, дорогие друзья, добрый вечер. Это независимый европейский проект НЭП. Мы в Праге, в нашей новой студии. У нас замечательный гость, бизнесмен Виталий Гинсбург. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень приятно быть у вас. Я вас поздравляю с вашей замечательной студией. Прекрасный дизайн и очень комфортно себя здесь чувствую. Ты знаешь, Виталий, что я последние, ну не знаю, там два года, полтора года практически каждый день стараюсь донести до русскоговорящих людей идею, что Россия должна наконец-то говорить правду. Столько вранья после Советского Союза, которые не вскрыли до конца. Сейчас вот мемориал закрывают людей, которые действительно занимались настоящим поиском правды. Правда – это российская проблема. Пока мы эту правду не будем в чистом виде, не полуправду, не прикрытую какими-то фиговыми листочками правду. Так вот, если мы не будем говорить о Чечне, если не будем говорить правду о Грузии, Украине, то мы дальше никуда не сдвинемся. Так вот, вчера я получаю в мессенджер письмо от одного авторитетнейшего либерального деятеля, который мне менторским, кураторским тоном говорит. Ты знаешь, что здесь некий Гена в городе Праге потерял практически сознание, когда увидел твою программу в какой-то группе либеральной, я даже не знаю, о какой группе идет речь, что сказали про Навального, что не очень-то мы хотим его видеть президентом России. Это было на конференции, посвященной чеченской теме. То есть, такого рода материалы я в эту группу публикую, ну, не знаю, два года подряд, каждый день о Чечне, о Грузии, о Украине, что Россия виновата в войнах и так далее. То есть, этому человеку, гения, плохо не становилось вот все это время, да, когда я говорила о убитых детях, о том, что треть населения убила Россия, о сплошном вранье. Плохо ему не становилось. Но и этот человек, авторитет, который не реагировал ни разу на все мои публикации, вот здесь он менторским тоном написал, что Навального трогать нельзя. А я и хочу спросить, вот роль сегодняшней российской оппозиции, да, я оказалась в такой ситуации, что меня сегодня ненавидят и путинская Россия, и антипутинская Россия. То есть, моя правда, получается, не нужна ни тем, ни этим, меня ненавидят, мне пишут гадости, мне угрожают из-за этого. И я слышу со всех сторон теперь, что вот там форум, там будет форум оппозиции, там форум, но повестка дня у них такая. Ребята, вы знаете, наша ситуация за границей не очень хорошая, к нам плохо относится. Давайте как бы вот этому противостоять и заставим людей хорошо к нам относиться, но они не имеют в виду признание своих преступлений, российских преступлений. Они имеют в виду всего лишь то, что их надо глазить по голове и говорить, ребята, какие вы прекрасные, какая вы прекрасная либеральная оппозиция. Что вообще в этой ситуации происходит, Виталий? Ты умный человек, ты бизнесмен, ты привык критически смотреть на мир. Вот с точки зрения такого умного, критически мыслящего человека, что вообще со всеми нами происходит? Ну, спасибо большое за такое представление. Я на сегодняшний день уже, можно сказать, бизнесмен, по крайней мере, пока не уделывали в отставке. Я просто и не политик, и никаких у меня нет политических амбиций, я не претендую ни на какую нишу в политике. Я просто наблюдаю со стороны, я тут с тобой абсолютно согласен. Конечно, правда это самое узкое место в России на сегодняшний день. Даже вот была очень хорошая мысль Льва Шлозберга, который написал, говорит, ну как можно сегодня жить, если правда сама по себе признана иностранным агентом. Поэтому сегодня-сегодня никакие дальнейшие движения, мне кажется, невозможны до тех пор, пока не наступит момент истины и не скажут правду о том, как ее не зафиксируют, положение дел, что это такое и к чему. Поэтому нет правды без констатации каких-то, подтверждения каких-то реальных вещей двигаться дальше невозможно и анализировать что-то невозможно. А ложь, ну сегодня она просто, конечно, там уже критическая масса, я не знаю, там уже вообще превысила уже все возможные пределы. Но проблема в том, что сегодня уже даже ложь настолько стала еще и непрофессиональной, что я, кстати, писал по этому вопросу, там один текст, и я говорю, ну в России уже проблема с враньем. Уже люди не в том плане, не в количестве, а то качество вранья уже совсем никуда не годится. То, что сегодня представляется на суд публики, оно вообще уже настолько низкого качества, что там даже говорить не о чем. Но, тем не менее, тем не менее, кто-то это вранье употребляет. Но здесь несколько другая проблема, если мы говорим об оппозиции. Безусловно, безусловно, нельзя никуда двигаться, пока не будет вот эта вот стартовая позиция, что мы поставим реальный диагноз. Что мы в каком состоянии и дадим этому оценку. Дальше можно какие-то ставить прогнозы. А мне кажется, вот глядя на сегодняшнюю ситуацию, слушая всевозможные комментарии, читая, слушая, наблюдая, мне кажется, там есть несколько таких важных моментов. На сегодняшний день ключевая проблема, которая, мне кажется, как-то уходит в сторону, это даже не сама правда или неправда, не в этом вопрос, а в том, что не ставится реальный диагноз на основе и безусловно-безусловно правдивой информации. Когда говорят сегодня, выстраивают какие-то прогнозы и все прочее, мне кажется, там есть одно слабое место. Надо сегодня определить как бы характеристику, характеристику того, о чем мы говорим, характеристику страны, характеризовать то состояние, в котором она находится. А прежде всего, я считаю, если поставить, если суммировать, то это состояние крайнего-крайнего иррационализма во всех отношениях. И вот на эту тему можно очень много говорить, потому что можно даже выстроить такую модель своеобразную, структурированную, выстроить пирамиду многогранную и поставить, если каждую грань рассмотреть, как политику, экономику, социальную сферу, идеологию, которая сама по себе не может быть вообще рассмотрена, потому что это противоречит Конституции Российской Федерации, и поставить еще ее структуру архаичную, то все иррационально. Потому что вот если на сегодняшний день смотрю, вот я так смотрю, просто для себя анализирую, ведь на сегодняшний день ничего рационального не происходит. Куда ни, в любую, куда ни посмотри, в какое направление, ведь нет никакого рационального, какого-то прагматичного начала. Везде все, что не возьми, оно в конце-то концов абсолютно, абсолютно. А можно это вот на примерки каких-то для наших зрителей, просто, конечно, чтобы это не было так теоретично. Да, потому что когда в теории, я понимаю, о чем ты говоришь, но тем не менее, вот конкретно, в бизнесе, например, при чем вот это? Ну, в бизнесе, внешне-внешне какие-то выдвигаются, внешне какие-то пытаются постулировать прагматичные рациональные идеи, там, поддержка предпринимательства, инновации и так далее, и так далее. Практически, практически, этого ничего нет, а даже те остатки какие-то, они все равно уничтожаются. Даже то, что могло быть, могло работать, оно все равно уничтожается. Я не буду даже приводить свой пример, свою компанию, когда компания признана на международном уровне была, когда мы получали, были финалистами двух подряд конкурсов, допустим, в такой программе, международной программе «Бест Инноватор», и проходили отбор, среди более чем 800 российских компаний отбиралось 13 лауреатов. Мы входили в это число наряду с Росатомом, Сбербанком и так далее. Казалось бы, вполне рационально это поддерживать. Что произошло? Произошло ровно наоборот. Возьмите, хорошо, это могут сказать, что я здесь пристрастен, касается меня лично. Благодаря Богу, мы берем другие вопросы. Посмотрите сегодня, любой аспект, международная политика, преследуется вопрос о том, чтобы продвижение интересов России. Но результат ровно наоборот. Ведь это же в самом первом приближении как раз достигается совершенно противоположный результат. Возьмите, где бы вы ни взяли, газовый шантаж. Он что, кому-то принесет, конце концов, очевидную пользу? Нет. Это сужает рынки. Это демонстрирует как раз в явном виде, вскрывает все проблемы вот этого шантажа, этих газопроводов, на которые потрачены большие деньги. Это вызывает отторжение партнеров, которые ищут другие источники. Казалось бы, была рациональная идея. Нет. И взять какую бы другую, как бы по-другому бы ни подошли, это везде оборачивается, наоборот, противоположно. В социальной политике. Везде, где бы это ни было. Возьмите даже в этой массивной государственной лжи, патриотизме и так далее, и так далее. Ведь достигается совершенно противоположный результат. Ведь никто в это не верит. Это то же самое, как и в советское время, когда власть говорила об одном, а народ глубинный... Сейчас ты цитируешь Сыркова. Нет, про Сыркова. Буквально. Он только что с этим вышел. Хорошо. С этим я согласен. Нет, он вышел по-другому. Он вышел озабочен. Я понимаю. Он вышел с тем, что он озабочен. Он не дурак. Он вышел, вышел. Просто единственное, что он попытался упаковать это в... Такие глупые вещи, там другая упаковка, это абсолютно... Суковщина. Да. Но он прекрасно понимает, да они все понимают прекрасно, что никто в это не верит. Если бы в это верили, не было бы репрессий, не надо было бы мемориал уничтожать, не надо было бы иностранных агентов искать. Зачем преследовать иностранных агентов, если вы уверены, что вас все поддерживают? Если они не имеют никаких возможностей, если не имеют никакой поддержки, никаких ресурсов, ничего. Зачем тогда? Это же получается абсолютно противоположное. Вы сами себя выдаёте. Поэтому здесь я вижу, что вся структура абсолютно архаична и рациональна. И в связи с этим, вот мы коротко говорим, это можно долго, мне, кстати, я много сейчас над этим думаю, дальше тоже какие-то деньги пишу на эту тему. То здесь возникает вопрос, что в этой иррациональной системе даже нет ни одного бенефицара. Вот в сегодняшней системе бенефицаром не выступает российский народ. Ну он никогда не выступал. Он никогда не выступал, но на сегодняшний день он тем более, да, в его участь, тем более он сегодня. Дальше. Не выступают какие-то отдельные группы. Даже те, кто сегодня внешне вроде бы имеют все бенефиты от этой политики, их же нельзя назвать бенефицарами ни в долго, ни в среднесрочной перспективе. Ведь все же понимают прекрасно, чем заканчивались такие системы в других государствах. Никто не смог в конце-то концов воспользоваться всеми этими ресурсами, потому что в конце-то концов система эта взорвется, обвалится и так далее. Мне вот один приятель сейчас недавно сказал, который тоже бизнесом занимается в России по-прежнему, он говорит, что сейчас какая-то такая ситуация, что все ходят и оглядываются. Заровато. Да, вот это главный признак современного бизнесмена. Оглядываются. Это правда так? Или это уже так привлечение? Ну нет, я не... Во-первых, я уже почти пять лет как не живу в России, я не могу говорить на эту тему, но судя по тому, что уничтожается все, наверное, так оно и есть, это во-первых. Во-вторых, мы уже в прошлый раз говорили, я могу повториться, что сегодня российская система, она характеризуется всеми практически 14 признаками фашизма, что от Лоуренса Брита, что от Ульберта Эка. И здесь, здесь, а далее, там и там, и там вопрос несогласия. Несогласие, оно не то, что не приветствуется, оно вообще не терпится в такой системе. Поэтому как можно сегодня, естественно, если человек в чем-то несогласен, он испытывает очень серьезные проблемы. Надо только сегодня абсолютно быть, демонстрировать сервильность во всех вопросах, ну разной степени, в зависимости от возможностей, уровня, но внешне демонстрировать. Бенефициаров этой системы нет. А раз нет бенефициаров этой системы, значит, эта система абсолютно иррациональна, она обречена. И поэтому она пытается, пытается сегодня как-то продлить свое существование. А если не понимать этого, не понимать этого, то тогда нельзя выстроить никакой анализ, никакой прогноз. Ну вот, допустим, разумные люди, все, у кого есть здравый смысл, в том числе и молодые люди, они видят лживость той системы в России, все это поняли. И что этому молодому человеку делать? Подаваться в оппозицию. Вот он подается в оппозицию. И что с ним происходит в этой оппозиции? Понятно, что происходит. Понятно, что происходит. Сегодня все практически оппозиционеры, они очень сильно ущемлены в своих правах, в разной степени. Как минимум, он не может ничего говорить. Дальше. Посмотрите вот эти уже смешные, абсолютно смешные вещи, когда вот эти несколько дел, связанных... Ну, понятно, что культуры там немного, и поддерживать это нельзя, когда демонстрируют там задницы на фоне храмов и так далее, и так далее. Но это что означает? Это означает, что никакой другой возможности сегодня продемонстрировать свое отношение к власти, власть уже исключила. Значит, она абсолютно лишила себя обратной связи с обществом. Ну, вот мы... Согласен. Есть только... На сегодняшний день, получается, есть две возможности. Есть продемонстрировать вот эти свои части тела перед какими-то чувствительными, резонансными учреждениями якобы. И второй вопрос – фига в кармане. Ну, фига в кармане – это если подходить к Суркову. Сурков говорил там о законах термодинамики, хотя там вопрос... Хотя надо для этого сначала их изучить, но здесь же никакой термодинамики не надо. Здесь просто стоит фига в кармане, она до тех пор работает, пока эта кастрюля, наполненная водой и запаянная, не сорвет крышку. После этого руки из кармана выйдут наружу. И дальше возникнет вопрос другой. Да будет совершенно другой выбор. Будет выбор. Произойдет русский бунт. Это хорошо, Абеков, это будет значительно хуже. Останавливаемся сейчас на этом моменте. Я согласен с этой позицией, но смотри, какая вещь. Вот ты говоришь, все настолько вот уже, вот как по Суркову, что не чувствует власть, общество. А мне кажется, она чувствует. Вот смотри, буквально день-два назад вот эта страшная авария на Кутузовском, когда этот блогер, неважно, как его зовут, который набирает миллионы подписчиков и миллионы просмотров, ездит на какой-то тюнинговый БМВ, вот таким образом, как мы знаем, как есть в России. Ну и в конце это заканчивается, что его на сырой дороге, опять там же, где этот, как его, Ефремов, как все, тогда вылетел, то он пьяный был, да, а этот просто не справился в конце концов. Он его заносит, он вылетает навстречу, да, вырезается одна машина, вторая, да, там, в результате он умер, и его там его товарищ, который тоже этим же занимался бизнесом, да, вот этим получением денег. Я ведь о чем говорю? Они же живут вот в этом сейчас, там грома, у него же миллионы сторонников, у этого вот человека, которые сейчас, вот, они живут по-другому. Плевали они хотели на всю эту оппозицию, плевали они на все протесты, плевали они на все вообще на свете, они живут в этом мире, который им обеспечила эта власть, то есть она дала им средства для того, чтобы так жить. То есть они живут, как вот эти мажоры современные, которые абсолютно циничные, пренебрегают всем, вообще всем нормальным, и главная их задача, это просто хайп, и вот это ощущение, как бы, что мы такие крутые, это-то власть им дала, и просто если бы они были нищие, с голой жопой, то не было бы ничего, да, вот вспомни в Советском Союзе, когда прибреживали, сколько было таких ситуаций, да не было их вообще, не было, все были вот в стоине, и мычали, и ходили на выборы, потому что, ну, вот потому что пирожки им давали, наверное, на выборах, да, на участке, а сейчас совершенно другая ситуация, может быть, народ тоже держит фигу в кармане, но эта фига такая, знаешь, увесистая, не всем покажешь, это да, но они получили, власть нашла другой ход, она нашла подход к людям, с другой стороны, она им дала то, что, в общем, больше всего им и нужно было народу, вот эту разнузнанность, свободу, вот такую личную свободу, что они могут делать, что хотят, показывают жопу голую, могут материться, могут там, не знаю, устраивать какие-то изнасилования в прямом эфире, они много чего могут, и ничего им за это не бывает, а эти несчастные, вот эти погибшие, там эти, как их там называется, дрифтеры, или как их там зовут, но два погибла, издержки, а пять других, которые тоже устроили такие же аварии, они чем-то делались, два года, условно, женщина сидит там, в инвалидном кренцле, который они сбил, там другой придурок сбил, ну и что, два года условно, вот что им власть дала, вот так они с народом решили о власть, вот где рациональность, может они на самом деле не такие идиоты, эти путинские правители? Нет, так это лишний раз подчеркивает, просто, что эта система иррациональна, если человек получил, допустим, какие-то блага, и он вообще-то заинтересован, если рационально подходить, он заинтересован в том, чтобы как-то это развивать, но люди, которые, но развивать он будет только в том случае, если это заработано, если это связано с какими-то усилиями, с его мотивацией и так далее. Это в нормальном обществе? В нормальном обществе. Сейчас, 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 вот в этом обществе, в этом обществе, на уровне отцов как раз все захвачено и передано для проедания, прожигания, проматывания и так далее, и так далее. Вот на этом уровне делается так. А второй вопрос, второй вопрос, какова реакция? Ну, мне кажется, здесь еще есть очень серьезный момент, это перехват повестки. Вот когда пытаются, допустим, взять, отмечать внимание и как-то каким-то образом используют, правда, перехватывают повестку, они тоже плохо, будем говорить так, очень бездарно, бездарно. Бездарно, да. Но, тем не менее, тем не менее, они, конечно, пытаются. Вот происходит такое вот происшествие, сразу начинают разбираться, даже не анализируя детально вот этих людей. С этими людьми все ясно, в зависимости от их, ну, во-первых, если они погибли, уже не о чем говорить. Если они остались живы, и это золотая молодежь, дальше понятно, что их пытаются всяческим образом отвести от ответственности, тогда другой вопрос, сбило там двух человек, получило тоже какой-то там не очень большой срок, двух детей, вот в чем проблема. Дело не в этой молодежи, я же не про нее, я говорю про людей, которые являются их последователями, которые, золотая молодежь была и прибрежная, и мы знаем прекрасно, что там точно такая же была золотая молодежь, и тоже совершали преступление, их отмазывало КГБ или там менты, это все так, это так вообще власть устроена, я думаю, и в других странах так же устроена, золотая молодежь. Я же не про это, я говорю, что эта молодежь сейчас, золотая, создает вот тот тренд, то ощущение в народе, к чему они стремятся, они не хотят идти за Навальным на улицу, потому что им это не важно, не интересно, дело сейчас не в самом Навальном, это мы тоже можем поговорить отдельно, но я говорю, что людям не хочется этого, они не хотят, они хотят другого, они хотят красиво жить, так, как им показывают в Ютьюбе, вот эта золотая молодежь, сама эта золотая молодежь, конечно, она отважится, но народ-то к этому стремится, вот что власть нашла, это... Правильно, да, ход. Да, это абсолютно... Что мы с этим-то можем... Абсолютно, с этим я могу сказать, опять-таки, попытаюсь ответить, я же не претендую ни на что. Значит, власть, естественно, больше всего заинтересована, чтобы дать любые развлечения, любым образом перехватить повестку, во всех отношениях, для того, чтобы отвлечь людей от каких-то серьезных рассуждений, заменить им, вложить в голову не какие-то гражданские, а какие-то обычные, там, потребительские и прочее. Опять-таки, было недавно, во время какой-то конференции, сказано, кто является властителями Думы в Кремле у нас. В том числе, в том числе, было сказано, что читают Бердяева, что удивительно, и читают Ильина. Ну, Ильина, это неудивительно, там можно найти, как бы, это самое, войти в резонанс с мыслями Ильина. А вот, когда читают Бердяева, мне непонятно, что они читают и какие оттуда делают выводы. У Бердяева есть прекрасная фраза, что самый большой, я не берусь дословно цитировать, что самый большой враг свободы это сетерап. Так вот, на сегодняшний день, на сегодняшний день, вот здесь, я как-то с кем-то полемизировал, и из, кстати, я уже не помню, из людей, которые в 90-е годы очень активно работали, не буду сейчас называть, в правительстве, многое сделали, проводили реформы, вот вы и виноваты как раз в том, что вы создали вот эту рыночную инфраструктуру, вы первичные шаги сделали, в результате на сегодняшний день, пока-пока, это успешно потребляется, и люди думают, что это навсегда, что над этих ресурсами можно еще очень долго прожить. Это тоже до определенной степени является, а, подтвердением иррационализма, б, это перехват повестки для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, разрушает страну самовласть. Это точно. Мы говорим сейчас о том, что разрушает страну самовласть, но она претендует на монопольное разрушение, а всех остальных, всех остальных, она уводит как раз вот в это чтиво, в это видео, в эти игры и так далее, для того, чтобы они в этом плане не мешали. Полно иррационально. Это абсолютно да. Когда говорим, что это иррационально, я тут, боюсь, не соглашусь, потому что это действие власти иррационально. Она делает так, как ей выгодно. Может быть, из большой перспективы, а если думать о будущих России, но она не думает о таких вещах. Это никому не думает. Может быть, это иррационально, да? То есть, это ведет к краху этой страны. Такая политика и такая позиция. Конечно. Но с точки зрения человека, который сидит в Кремле, или который сидит на каких-то ресурсах, вещей на чем-то, это в кухне иррационально. Народ, пускай, живет то, что ему дали. Ему дали больше, чем он имел, и он счастлив. А мы будем делать все, что мы хотим. Разве не так? Ну, так это и есть иррационализм. Потому что сегодня, я говорю, что бенефициаров вот этой системы нет нигде. Даже в Кремле нет. Почему? Потому что на сегодняшний день вся система в общем-то сжимается вокруг них. Что бы мы ни делали, как бы мы ни оценивали, какие-то там говорили о том, что они какие-то добились каких-то успехов и так далее, и так далее. тренд все равно идет направлен на противодействие им. И, соответственно, он, конечно, медленно, понятно, что нет никакой кнопки, которая мгновенная, но никто не сможет гарантировать, гарантировать им даже в среднесрочной перспективе сохранение и имущества, и так далее, денег, и так далее. Историю России все знают, и на сегодняшний день идет вообще-то выбор, на мой взгляд, между русским бунтом и русской смутой. Я читала твою статью совершенно замечательную про 5D. 5D, я скажу прямо, что я никогда вот этой мысли не видела ни у одного российского либерала и оппозиционера. Они прекрасно понимают, что эти 5D это вопрос неизбежности, но они останавливаются в своем воображении и в своих словах, не доходя до этого. Я противопоставила их само, три само, самопотакание, самооправдание, самолюбование. Но ты человек, который пошел дальше и говоришь об этих 5D. Можешь рассказать для наших зрителей, что это за 5D? Ну, спасибо, это еще я, это еще пока-то только наброски. Ну, тогда, раз уже это задало вопрос, тогда уже нет обратной, обратной дороги нет, надо раскалываться. Значит, смотрите, да, действительно, я вот смотрю, когда наблюдаю за этими дискуссиями, у меня возникла такая мысль, и я ее как постарался выразить, и дальше, наверное, буду развивать, что сегодня, сегодняшнее состояние страны и, соответственно, отношение к ней, во всех, это что, как бы, внешники, что оппозиции, мне кажется, оно вот должно из этого исходить. Что происходит сегодня? Первый вопрос, первое, это деградация. Деградация, она, я, допустим, я могу отнести прежде всего к экономике. Даже говорить не надо, потому что экономика стагнирует, никакого экономического роста нет, уровень жизни людей падает, власть старается найти, изыскать всевозможные дополнительные доходы, которые надо получить только с граждан, потому что все остальные деньги уже поделены. Дальше, вся система управления, это структурированная коррупция, деньги все сходятся, идет борьба за деньги, которые концентрируются только в центре. Я могу даже сказать так, можно образно говорить, говоря про деградацию, можно взять, представить мишень. Вот мишень, еще 20 лет назад, в этой мишени деньги были во всех, во всех кругах, даже в молоке были какие-то деньги, как-то вокруг этого все функционировало. Началось формирование вертикали. Счетом последствий, которые вертикаль как раз, которые являются последствиями вертикали, это нерациональные проекты, которые потрачены, кучу денег, Украина и так далее, естественно, санкции, и все сжимается. На сегодняшний день все средства, все средства, они как раз сконцентрированы уже не то, что в десятку, мы видим даже в десятке серьезные проблемы, они как раз этим определяются, они уже все идут в центр, то есть это как критическая масса концентрируется, концентрируется, и закончится это тем, что если мы говорим про элиты, наверное, закончится тем, когда в этом ядре, в этом ядре так обострятся противоречия, что первые лица друг-друг кто-то обворует. Вот тогда, наверное, это все процесс деградации таким образом закончится. Второй вопрос, второй вопрос, это дестабилизация. Дестабилизация я отношу больше к политической сфере. Сегодня, конечно, все говорят, что это прекрасно, я вот читал, случайно вышел на какую-то там статью в Russia Today, там вообще такой бред пишут, что у нас что-то нет, ну, вообще уже выше, мы достигли такого, такого уровня, тут даже даже уже никаких эпитетов уже не хватает, чтобы охарактеризовать, но на сегодняшний день политическая, политическая, явно просматривается дестабилизация, потому что нет никаких стабильная политическая система, это система сбалансированная, в которой есть, которая учитывает баланс всех ее субъектов. Ничье мнение, ничье мнение в стране сегодня не учитывается, никаких механизмов учета этого мнения на сегодняшний день нет, потому что представительная власть никого не отражает, это по сути дела филиал исполнения, филиал вертикали по одобрению, печатанию, там и так далее, и так далее, ее мнение, это все, это и есть, это и есть как раз политический кризис. Дальше, следующий вопрос, это делегитимизация. На сегодняшний, я могу сказать, что, наверное, 20 лет, 20 лет идет разной степени делегитимизация всей правовой системы страны, начиная от всех этих, начиная от формирования вертикали и так далее, и так далее, все формировали, неконституционные органы управления. Но два года, то есть в прошлом году, в прошлом году, а теперь уже можно сказать, даже уже скоро будет два года, как вышло на трибуну, как объявили о внесении поправок в Конституцию. Но это абсолютно полностью, полная делегитимизация всей системы. Следующий вопрос, что происходит в стране? Происходит демотивация элит. Когда вводятся санкции и так далее, то прежде всего они преследуют именно эту цель воздействия на элиты, демотивацию элит для того, чтобы лишить систему, нарушить баланс этой системы, лишить ее внутренней поддержки и так далее. Потому что система, на самом деле, при всех раскладах, как бы она там не представлялась, насколько она прочна, ведь система представляет собой на сегодняшний день она называет пирамида российского патриотизма. Воре-патриоты, бизнес-патриоты, профессиональные патриоты и так далее. Это можем отдельно обсудить. Такую вот я могу показать целую шестиуровневую пирамиду. На шестиуровневую на вершине воре-патриоты. Вот это как раз нам не более 500 человек, являющиеся абсолютными бенефициарами. Дальше идут бизнес-патриоты, я их разделяю на две категории. Потом идут профессиональные патриоты. Вот если Соловьев, он в категории бизнес-патриотов и Симонянов. А вот, допустим, Скобеева, наверное, или, допустим, Киселев формально, он вроде как свою компанию не имеет. Они работают в государственных компаниях. Иначе они патриоты профессионально получают за свой патриотизм оклады и так далее, зарплату и так далее. Дальше идут ура-патриоты, горе-патриоты и идиоты. Чтобы никто не обижался, просто я ссылаюсь к Бернарду Шоу. Он лауреат Нобелевской премии по литературе. Он иностранный агент. Какие к нему претензии? Он написал, что патриотизм это крайняя степень идиотизма. Ко мне нет вопросов. Я просто такое есть. И последний уровень, если мы говорим, это децентрализация. Это то, что нарушено и оно связано с делегитимизацией. Это как раз то, что серьезное нарушение. То, о чем вы, кстати, много говорите. Потому что Конституция вообще-то построена на том, что на сбалансированных отношениях центров и регионов. А не на том, а не на унитарном государстве, которым сейчас де-факто является Россия. На самом деле она не настолько унитарна. И вот последнее событие в Татарстане как раз свидетельствует о том, что там не так все просто. Когда вопрос возник, казалось бы, в рамках вертикали, все отреагировали, нажали кнопку, еще нет нигде президентов, те отказались, а татария старается удержаться. Это же на самом деле не просто какая-то, это отражение отражения тех как раз противоречий, которые существуют, которые усиливаются, потому что вот эта пружина, которая сжимает, подавляет все и одновременно, одновременно получается так, она сжимает и выкачивает наверх, поднимает все потоки выкачивают, денежные и все ресурсы наверх, она совершенно, совершенно не устраивает региональные элиты. Другой вопрос, они придавлены, где-то куплены, но это же не может бесконечно продолжаться. И поэтому, если мы говорим из этого, исходим из этого, тогда можно какую-то правдивую модель, правдивую картину сформировать и дальше говорить о будущем. Будет прекрасное будущее, не будет прекрасного будущего, как это будет функционировать, с чего это может начать. На мой взгляд, на мой взгляд, в 91-м году был прекрасный шанс, когда Ельцин говорил, берите суверенитета столько, сколько вы сможете проглотить. Но он не был реализован, потому что не было сформировано именно Россия как федеративная, реальная федеративная, или даже, может, конфедеративная, где реально центр был бы принят, нанят регионами, субъектами этой федерации, нанят на выполнение тех функций, которые, в общем-то, выполняют во всех цивилизованных странах. Боится наша оппозиция, чего она так боится вот этого слова распад Российской Федерации и дать свободу народам. Она боится, она не хочет, потому что они имперцы, они имперцы, вот эти наши русские оппозиционеры, или они из какой-то мотивации, каких-то соображений останавливаются на этой черте. Я, вы знаете, вот сейчас пару дней назад вот там в Твиттере с одним человеком подошел спор там по судьбе балтийских стран и так далее, и так далее. Абсолютно адекватный человек. Абсолютно вижу, что он там со свободу Навального за все эти, он поддерживает вроде все, все адекватные. Но здесь он стоит, вот это вот его личное, личное все равно, у него стоит это личное имперское. Я не знаю, мне сложно, тем более в рамках нашего разговора, есть очень прекрасная, прекрасная статья «Судьба русской матрицы». К сожалению, покойного философа Андрея Филипенко. Вот там как раз он эту тему анализирует, вот именно уровни менталитета, именно, что вот эта проблема, проблема за столько лет, когда имперская антиличность и так далее, она оставила очень серьезный отпечаток. И этим власть сегодня пользуется, дескать, если, ну, как это будет, как это будет, никто не знает. Но эта иррациональная система, она не может долго функционировать. Раньше она функционировала за счет авторкии, за счет отсутствия нормальных коммуникаций, можно было закрыть, можно было глушить и так далее, и так далее. Как бы мы сегодня это не оценивали, но сегодня этого нет. Советский Союз зависел от того же импорта, но не так сильно. Да, довели, сначала, может, совсем не зависел, потом довели до того, что начали покупать, как Черчилль, я думал, что я умру от старости, а когда Россия начала покупать зерно, понял, что я умру от смеха. Но, в общем-то, в общем-то, страна была какая-то, ну, какая-то автортическая модель работы. Сегодня она не работает. Сегодня страна на 75% по всем технологиям. Рогозин заявляет, космос, который был как бы гордостью страны, он заявляет и протестует против санкций, говорит, санкции влияют на космическую деятельность. Самолет, пожалуйста, вот сейчас идет дискуссия с этим самолетом МС-21, и все рассказывают, какой прекрасный самолет у нас будет. Какой прекрасный самолет, о чем вы, что вы несете? Этот самолет разрабатывается 20 лет. Как может быть сегодня на рынке, на рынке, вот выставлена модель, которая 20 лет разрабатывает. Сегодня на рынке Боинг разрабатывает самолет, выпускает, ставит на крыло за 5 лет. Airbus примерно то же самое. Другие конкуренты делают то же самое. О чем мы сегодня говорим? А сколько в нем отечественных? Завтра, хорошо, вы говорите про перспективы этого самолета, на который потрачено разработку 4,5 или больше миллиарда долларов. Стоимость его, я сейчас не буду там, но чтобы окупить эти деньги, надо выпустить, без учета воровства, надо 500 самолетов выпустить. Кто их купит, если они 20-летние, через 5-7 лет Боинг и Airbus начнет выводить новое поколение, уже тех, с которыми еще не может конкурировать, еще МС-21, еще не стал летать, а те же выпустят через 5-6 лет. О чем мы говорим? О каких перспективах? У тебя вся теория изложения построена была на неправомерности вот этих поправок в Конституцию. И вроде бы этот путь перспективный, он правовой. А не лучше ли, это тоже мое предположение, не лучше ли вернуться немножко назад? Может быть мы можем сказать, что вся сама Конституция неправовая. Вот как она была принята? Мы же помним, как все происходило. Все годы после вот этого свержения ГЧП и после прихода к власти новой российской элиты шел несколько лет этот процесс шел несколько лет шла попытка создать новую Конституцию. Она не закончилась ничем, кроме как расстрелом одной стороны другой. Одна сторона, ведь все столкновение все противостояние было из-за Конституции, потому что то, что предлагала сторона Ельцина не устраивала сторону условно Казбулатова или условно Верховного Совета. И не придя все-таки никакому решению одна сторона решала расстрелять другую. После этого быстро была принята Конституция условно на пожарище и теперь мы говорим давай мы защищать эту Конституцию поправки неправильно Путин принял а может быть причина дальше может причина в том что сама власть это нелегитимно давно уже может она просуществовала всего два года эта власть в более-менее легитимном состоянии когда она провозгласила свою независимость от Советского Союза да она провозгласила она имела право она воспользовалась власть поправкой в другую Конституцию в Советскую Конституцию поправкой от 3 апреля 90-го года когда под обновлением Сахаровой межикарминальной группы в том числе в которую входил и сам Ельцин они добились вот этой поправки которая позволила выходу реальному то есть конечно всегда в Советской Конституции был выход прописан в Сталинской был прописан выход но он только был нереальным потому что должен выйти из публики надо было это было совсем другой целью это не для того чтобы боги выйти но тот закон который провели тогда межрайонная группа там очень много есть всяких соображений люди об этом много говорят говорят что это было выгодно тогда стороне Лукьянова и Горбачева потому что они таким образом пытались поставить какие-то пределы для того чтобы Россия не могла выйти сама потому что у нее начнется процесс выделения из нее уже республик это понятно там сложная история но тем не менее как бы мы не смотрели на это был все-таки момент когда Россия абсолютно легитимно основываясь на законе вышла из состава Советского Союза вместе с ней вышли и остальные страны так вот так вот не добившись не проведя законного легального процесса создания новой конституции которая не ждалась естественно потому что Россия жила по конституции РСФСР от 78-го года и это было невозможно жить по советской конституции 78-го года новой власти которая пришла совершенно с другими принципами идеями и так далее да они там вычислили из этой конституции они сделали чистку они убрали там гимн убрали там внесли должность президента Ельцина условно неважно Путина ну еще там кое-что но конституция была советская они ее хотели поменять не смогли расстреляли добились принятия окей а теперь давайте будем жить по этой конституции может нафиг не надо по ней жить может надо немножко назад откачивать людей сейчас может быть говорить надо что вообще вся эта власть изначально нелегитимна она очень такая длинная в истории человечества 30 лет власти это тфу это ничто это мгновение ну побывала и все и кончилась она эта власть ну нету ее надо учреждать новую Россию а не не добиваться вот этого этой убогой конституции которой они зачем ее отстаивать если она сама на крови уже эта конституция построена что ее отстаивать Андрей я тут согласен тут есть абсолютно рациональное это зерно никто не оспаривает вся советская власть преступная незаконная начиная там 17 конечно да это никто не оспаривает я думаю лучше никто не будет это ставить под сомнение проблема другая есть последняя точка ну какое-то дискретирование должно быть дискретность должна быть но проблема в другом это конечно дело прошлого которое уже мы не можем но в 91 году конечно конечно когда советский союз начал рассыпаться разваливаться у всех появился шанс страны Балтии бывшие прибалтийские республики этот шанс реализовали великолепно они построили новое государство конечно в 91 году то самое я сам был в августе у Белого дома я помню эти события все конечно вопрос стоял были большие надежды и вопрос стоял о том чтобы построить действительно демократическое государство сегодня вот ретроспективным взглядом понятно почему это не произошло и почему это наверное не могло произойти оно могло окно возможности в 91 году на самом деле было очень очень узкое это было буквально там несколько недель а может быть даже месяц все сегодня кто помнит это время обсуждают одну простую вещь тогда стоял на повестке дня очень простой вопрос который мог бы мог бы принципиально изменить ход событий значит в связи с тем что после путча изменилась радикальная ситуация первое второе в связи с тем что как раз были надежды и прочее прочее не была идея распустить все органы власти которые на тот момент существовали это и президента и верховный совет и назначить новые выборы это да с последующей декоммунизации наверное вот это был бы шанс тогда бы сформировалась новая страна которая бы действительно могла бы у нее был демократический шанс почему не получилось потому что ну понятно все обстоятельства распад советского союза но на верховный ну что такое российская власть была на тот момент там другого варианта быть не могло потому что верховный совет и вся российская власть она формально да и была избрана по модернизированному законодательству законно там советскому на тот но она уже она во первых уже никого не представляла с момента отмены шестой статьи конституции когда отмене шестой статьи советской конституции руководящей роли КПСС а после после пуча после пуча когда были приняты указы там о запрете КПСС и так далее то что получилось верховный совет и российская власть избиралась по старому советскому принципу в состав российской власти вошли по должности от каждого субъекта Российской Федерации тогда были еще и округа автономные и так далее вошли первый секретарь обкома председатель соответствующего исполкома дальше от республик автономных вошли еще там председатель президиума Верховного Совета то есть я как-то считал что только вот советской высшей российской советской номенклатуры партийной там было больше трехсот человек плюс еще военная номенклатура потому что их могу прямо сейчас посчитать это командующие округами ну командующие округами больше входили в союзные а члены военных советов округов обязательно под должности входили командующие армиями которые дислоцировались члены военных советов флотов командующие флотилии и так далее и так далее и в результате в результате понятно что эта власть она демократическая.